как донышко будет вашим готов можно приступать к вязанию наших стеночек для этого предлагаю начать ряд вот приблизительно с этой петельки где мы делали петлю имитацию для того чтобы наша узор будет идти по спирали чтобы когда мы дойдем до конца верхней части когда уже у нас будет заканчиваться сумочка чтобы соединение последнее было у нас здесь же сбоку чтобы было его не видно нигде посередине дальше у меня здесь пойдет пришивание сразу клапана сумочки и будет не видно этот переход то что там будет спиральная сиденье будет заканчиваться и так предлагаю приступать к стеночке берем нашу ниточку и будем начинать вязать наш узор узор мы будем наш вязать за задние вот эти перемычки за шляпки у столбиков и так начинаем самого первого ныряем прям крючочком под перемычку хватаем нить и начинаем наше вязание провязываем значит наш первый столбик далее сразу ниточку будем обвязывать прятать ее в наше вязание ныряем следующую перемычку старайтесь кончик который у нас был сразу положить на эту перемычку чтобы мы его сейчас с вами сразу обвязали спрятали провязываем первый столбик далее опять за перемычку ныряем кончик у нас получается лежит сверху перемычки для того чтобы его сразу спрятать и обвязать провязываем столбики ныряем дальше на перемычку кончик опять сверху и провязываем столбик ныряем вытягиваем нить и провязываем две петли на крючке вот получается у нас сами уже пошел переход на стеночки так мы вяжем за перемычки до конца этого ряда провязываем столбики и до конца спрятали наш кончик управляем все вязание то есть видно что у нас пошел переход на стеночки и так идем с вами до конца этого ряда провязывая каждую перемычку обычным столбиком и так я подошла самый последний петельку я ее провязала и дальше мы будем с вами делать соединение и пойдем дальше вязать по спирали то есть вот наша самая первая которую мы делали наш столбик у нее здесь сзади есть две ножки вот за одну из ножек нам необходимо сейчас будет зацепиться и провязать столбик то есть вот за ножку мы цепляемся потому что у него 1 нет просто такой перемычки и провязываем столбик вот и дальше мы будем вязать весь узор продолжая вязать за эти перемычки ныряем и провязываем столбик ныряем и провязываем столбик ныряем и провязываем столбик таким образом у нас первый наш ряд немножко опускается ниже то есть уже не то будет видно эти столбики которые мы провязали за счет того что мы за перемычки провязываем новые столбики и весь узор будет такими косичками старайтесь делать косички и натяжение нити чтобы было всегда равномерным чтобы эти косички все были одинаковой длины так как они будут и составлять весь наш узор так мы будем с вами вязать по спирали далее то высоту сумочки которая будет нужна именно вам и там в конце с вами встретимся и закончим вязание здесь где вот у нас этот небольшой подъем по спирали вот предлагаю остальные все ряды нужные вам высоты связать самостоятельно и увидимся с вами там в конце еще я хотела бы напомнить если вы вдруг у вас в сумочке будут ножки металлические например по уголкам вот этим то их необходимо будет поставить сразу как только вы приготовили донышко потому что дальше если вы будете вязать она будет достаточно узеньким и будет неудобно уже пролезть туда сделать ножки так что подумайте на этом этапе сразу будут у вас там металлические ножки или нет если да то вставьте их заранее там на первом втором ряду как только вы начали вязание и чтобы не было потом у вас с этим сложности вот я уже перешла к вязанию получается следующего ряда вот такой здесь незаметный переход видно что этот галочки еще больше прижались к галочке которые были на донышке следующий ряд также будет достаточно прижаты и весь узор будет такими полосочками из галочек старайтесь вязать равномерно чтобы галочки были везде одинакового размера все движите дальше до конца нужный вам размер и там мы с вами увидимся итак я закончила свою сумочку довязала все ряды у меня их получилось 24 и сейчас предлагаю последний ряд закончить с помощью соединительных столбиков то есть всего мне будет получается сумочки 25 рядов возможно у вас это количество в том будет больше ты смотрите уже сами какой вам больше размер сумочки будет больше нравится итак когда мы подошли получается к концу последнего ряда а здесь где у нас было с вами непосредственно начало то есть и еще находясь на самой боковинки мы отсюда уже начинаем вязать соединительные петельки и так идем до самого конца и встречаемся здесь для того чтобы закончить этот последний ряд и сделаем с вами петлю имитацию чтобы было все ровненько и так соединительные петельки то есть вот я на самом боку и начинаю уже сразу вязать петельки соединительные то есть мы также вяжем за эту перемычку ныряем крючком набрасываем нить и сразу вы протягиваем петлю через ту которую у нас есть на крючке и так дальше опять ныряем под перемычку хватаем нить и протаскиваем через петлю на крючке старайтесь эти петельки сильно не затягивать чтобы они не стянули вверх нашей сумочки и так далее опять ныряем вытаскиваем и протягиваем через петлю на крючке протаскиваем через петлю на крючке и так мы идем сан до самого конца и увидимся с вами здесь и будем заканчивать наш этот последний ряд и так я подошла к самому концу вязала последнюю петельку которая у нас была со шляпкой и матчкой и дошла до соединительной петельки который у нас было самом начале этого ряда и теперь можно отрезать ниточку и сейчас с помощью иголочки мы будем с вами прятать этот кончик мы будем с вами делать петлю имитацию здесь у нас на соединительных петельках которые у нас были тоже идут такие перемычки сзади но они более плотные чем были на ножках столбиков вот и будем цепляться мы сейчас за них аккуратненько потому что это будет немножко сложно сделать потому что очень они тугие мы одну получается вот прям по ходу движения петельку вот эту перемычку пропускаем и за следующий у нас с вами ныряет иголочка я вот так мы под нее под нырнули протаскиваю иголочку через нее теперь нам необходимо вернуться обратно то место откуда у нас сейчас выходит ниточка ныряем в эту петельку все потихонечку подтягиваем чтобы сетелька наши это уменьшилось и далее здесь уже ее можно спрятать кончик этот под ножки столбиков либо также дальше под петельки и уже не нужно кончик просто обрезать получается у нас с вами здесь вот наша петелька имитация она вернулась обратно и здесь уже под ножки столбиков можно ниточку спрятать и обрезать вот так у нас получается здесь вид сбоку то есть сильного перехода даже не видно все эти песочку можно окончательно будет поправить как уберете кончик ножки я вставила как и говорила еще в самом начале то есть на первых двух рядах такие обычные пукли с помощью металлических креплений вот итак теперь предлагаю приступить к пришиванию нашего клапана для этого мы в нем на необходимо будет найти середину нашей сумочки относительно краю в полокам то есть чтобы был ровно пришит клапан не забывайте что клапан мы пришиваем с той стороны то есть задний где у нас было начало ряда и так значит что я буду пришивать клапан третьем ряду то есть вот наш первый второй третий ряд сверху вы смотрите как будет вам главное чтобы здесь с передней части вам хватало клапана на ту высоту который бы вам хотелось бы ниже выше смотрите сами как у вас там получилось и так значит я нахожу середину где мне будет пришиваться клапан на третьем ряду сверху и так далее нам необходимо будет ниточка для этого мы сейчас с вами будем нырять в отверстие проходить насквозь полотно и далее вытягивать рабочую нить и обычно соединительными петельками как мы делали последний ряд будем пришивать сюда наш клапан и так получается сначала мы ныряем с вами чуть раньше вот прям насквозь туда полотно чуть раньше для того чтобы нам клапан прихватить накидываем рабочую нить вытаскиваем и теперь уже берем наш клапан сейчас у нас будет крючок нырять отверстие проходить насквозь полотно старайтесь только идти по одному и тому же ряду ныряем насквозь хватаем там рабочую нить и вытягиваем потихонечку ниточку подтянуть кончик и протаскиваем ее через петлю на крючке вот таким образом кончик мы потом с вами спрячем и так мы идем далее старайтесь петельки сильно не затягивать чтобы они были равномерными чтобы они не сжимали кожаная кожаный клапан ваш и так далее получается опять ныряем в клапан далее опять ныряем в полотно смотрите там расстояние свои сами в каждом или через одну возможно будет петельку надо будет нырять вот и так потихонечку мы с вами соединительными петельками ныряем ныряем клапан в полотно потом там рабочую нить вытягиваем и протаскиваем через петлю которая уже есть на крючке старайтесь вот эти галочки делать равномерными чтобы они смотрелись аккуратно и так мы идем с вами до самого конца и там я покажу как будем заканчивать выйти и протащи и так мы идем с вами до самого конца пришиваем аккуратно и здесь с вами увидимся и так я подошла к последней петельки ее получается я ныряю провязываю потихонечку и протаскиваю через петлю теперь получается я обрезаю ниточку и вытягиваю ее и сейчас с помощью иголки мы будем делать свою последнюю петлю косичку с помощью иголочки и так вот мы с вами получается провязали все прошли соединительными петельками и теперь нашу последнюю петельку нам необходимо также как и здесь уйти в полотно до этого мы идем с вами сюда 1 у нас получается косичка вот спряталась под клапан а следующая косичка вот она найдет вот мы будем за нее сейчас цепляться ниточкой под две дужки вот так подтягиваем и возвращаемся ниточкой обратно туда же в клапан откуда выходила сейчас эта петелька и вытягиваем получать здесь мы аккуратненько подтягиваем сейчас наша петельку чтобы она была ровно поправляем ее и получается у нас как бы идет и занятесь мы тоже сейчас потянем кончик получается наша ряд как бы идет продолжается по клапану продолжается дальше по вязанию вот таким образом мы с вами решили сейчас клапан теперь получается что вот эти кончики мы еще немножечко подтянем и спрячем как и все остальные под ножки столбиков думает можно сделать самостоятельно и вот такой клапан у меня сейчас получился мне останется только приделать сюда ответная часть магнитик вот у меня в данном случае и клапан в принципе готов и так я пришила свой клапан вот что у нас получилось продолжение ряда я убрала все кончики вот сюда под столбики ножек я спрятала и немножко подпалила кончики теперь предлагаю перейти значит к нашим боковинкам я вот уже одно прикрепила у меня они вот такого плана они легко раскручиваются винтиком и легко туда надеваются вот такой получается винтик и ответная часть то есть она раскрывается и туда вставляется и и получается вот такого плана у нас боковушечка тоже легко достаточно крепится если вас нету такой боковинки можно воспользоваться обычным полукольцо просто сюда его пришить на нужного и уровне обычными стежками насквозь также шнуром и можно оставить этот вариант это я думаю можно сделать самостоятельно итак моя сумочка готова останется только прикрепить сюда ручку можно такого плана или например с цепочку комбинированную ручку или просто саму цепь смотрите как вам больше нравится вот спасибо что смотрели мой мастер-класс надеюсь что было все понятно если только остались какие-то вопросы обязательно пишите постараюсь все подсказать вот подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии мне будет очень приятно до новых встреч и пока пока